Денис, мне хотелось сегодня поговорить с тобой вот почему. Дело в том, что тебя все знают как такого пионера антимусорного движения и человека, который создал довольно такую серьезную антимусорную организацию. Мусора больше нет, если я в чем-то не так что-то сказала, пожалуйста, поправь меня. И вдруг неожиданно на активатике выходит твоя статья о том, что ну вот все это антимусорное движение, на нем можно поставить большой жирный крест. И честно говоря, меня это очень задело, я объясню почему. Дело в том, что мы видим, что по всей стране идут антимусорные протесты. 3 февраля десятки тысяч человек выходят на антимусорные акции, Россия не помойка. И складывается такое впечатление, что ну вот твоя деятельность, она была совершенно не напрасна, что вот, пожалуйста, итог-то есть, результат есть. И вот именно такую ситуацию я и хотела обсудить и заодно задать вопрос о том, чем ты сейчас занимаешься. И вот как ты дошел до жизни такой, что ты несколько, как я понимаю, разочаровался в антимусорном движении. И первый вопрос, который мне хотелось бы тебе задать, вот какой. Ну для меня ты являешься пионером антимусорной темы, ты начал заниматься этой темой еще там в начале двухтысячных, если я не ошибаюсь, может быть даже раньше. Тогда, когда об этом вообще никто не говорил. И первый вопрос у меня такой, откуда у тебя были вот эти знания еще там 15 лет назад, что тема мусора, она такая важная? Потому что до обычных россиян это доходит только теперь. Вот ты-то это все откуда знал? Ой, спасибо, хороший вопрос очень. Я вот так парадоксально немножко отвечу. Я темой мусора начал заниматься, наверное, именно потому, что она неважная. Но сначала, наверное, отвечу по поводу, собственно, статьи. Мне кажется, она очень как-то странно проинтерпретирована была, в том числе и тобой. То есть я нисколько не разочаровался в антимусорном движении. Я рад, что есть люди, которые это движение продолжают. Я всячески им желаю удачи. Моя статья о другом. О том, что эта деятельность поменяла свою модальность или содержание. Я такую аналогию провожу. Есть профилактика, есть хирургия. И это разные врачи и вообще разные люди. И профилактика это ходить гулять много и дышать свежим воздухом. И тогда с сердцем будет все в порядке. А хирургия это когда уже с сердцем все плохо и надо уже на операционный стол. И вот момент перехода, когда уже с сердцем плохо и нужно на операционный стол, его бы хорошо осознавать. И для меня вопрос мусора, он, собственно, вот там с этим указом январским перешел из темы профилактики и тема давайте гулять и дышать свежим воздухом, чтобы у нас со здоровьем было все в порядке. Он перешел в тему хирургии. Это не значит, что пациент умрет. И как бы дай бог, чтобы не умер. И дай бог, чтобы справились с мусоросжигательными заводами. Но это другая тема. Я не хирург. Понимаете? То есть это моя личная статья, моя личная позиция о том, что я хирургией не занимаюсь. Ты имеешь в виду под хирургией, извини, какие-то уже жесткие протестные акции? Я даже не берусь комментировать. Потому что хирургам лучше знать, уже ли нужно резать или пока еще можно обойтись медикаментами. Понимаешь, что я хочу сказать? Что меня очень привлекает и привлекала вот этот момент социальной инженерии, когда люди делают что-то не против кого-то, не от какой-то безысходности, а делают это до того, как проблема превратилась в проблему. И ровно так я начинал это движение, когда, собственно, о мусоре почти никто ничего не думал. И это было начать решать проблему до того, как она появилась или до того, как она обострилась. И я считаю себя профессионалом именно в этой сфере. В сфере позитивной социальной деятельности, которая не против вот уже сформировавшейся проблемы, когда за горло вот прижало вот так вот, уже никуда не деться, а как бы заранее пока еще проблемы не... Ну, превентивно. Да, превентивно. Это мне интересно, это моя тема. Я ей занимался вот в сфере отходов, я сейчас ей же занимаюсь в другой сфере. И мне интересно именно этот этап. Я его исследую, я смотрю, как можно, собственно, там, вовлекать, вдохновлять людей, заниматься чем-то до того, как, значит, случилась беда. И, ну, если беда уже случилась, то пускай те люди, кто умеют и знают, как с этим бороться, вот пускай они эту роль на себя берут. То есть здесь, мне кажется, в моей статье скорее были, ну, вопросы и некоторое обозначение того, что, ну, ситуация зашла достаточно далеко, и она достаточно остро проблемная, но там не было ничего, что говорил, что все, бросайте все, и это бесполезно. Ну, то есть, по крайней мере, я ее так воспринимаю. Слушай, а вот смотри, вот летом еще 2018 год, совсем недавно, ты писал о том, что, в принципе, можно договариваться в России с чиновниками и с бизнесменами. Как сейчас ты к этому относишь, к своему высказыванию? Как ты сейчас считаешь, еще можно договариваться, или уже у нас такая хирургическая стадия, что только скальпель? Во-первых, ну, я не буду комментировать эту тему, потому что я где-то с января месяца уже не слежу за тем, что происходит в России, поэтому мои комментарии, они, скорее всего, будут, ну, как бы, неактуальны и неадекватны. Ну, вот, я могу прокомментировать, как я это видел, вот, полгода назад, потому что, ну, я как-то следил за ситуацией, с кем-то встречался, с кем-то разговаривал. Ну, вот, как бы, ситуацию сейчас я не буду комментировать. Ну, смотри, ты написал книгу «Чистая страна», и теперь программа строительства мусоросжигательных заводов, она, собственно говоря, называется точно так же, тоже «Чистая страна». Как ты отнесся к, ну, такому совпадению? Ну, книга вообще не про мусор, я не знаю, если ты ее читала, это, на мой взгляд, такой философский труд о том, как вообще жить, как относиться к деятельности, как относиться к жизни, к сотрудничеству. Она про объединение людей, там можно, значит, заменить слова про мусор на слова про книги или на слова про животных, и, как бы, 90% книги останутся такими же. То есть смысл и посыл, он вообще не про мусор. Ну, вот, наверное, это самое важное, и это может быть то, что тоже люди, ну, не все люди видят. Многие, кто прочитал книгу и писали мне отзывы, они увидели это, и они именно за это ценят эту книгу. Часть людей прочитали эту книгу достаточно узко, и, в частности, вот это вот непонимание моей статьи, оно тоже такое, типа, Денис, ты перестал заниматься мусором, а я никогда и не занимался мусором. Для меня мусор это был повод для объединения людей, повод для самоорганизации, повод для какого-то позитивного сотрудничества. И я продолжаю заниматься своей темой, я очень чётко осознаю своё призвание и своё, вот, какое-то предназначение в жизни. Я им продолжаю заниматься, просто это теперь не мусор, а другая, другая, другая применение. Слушай, вот насчёт позитивности и непротестности, мне очень нравится вообще позитивность, про непротестность тут можно, конечно, это философский вопрос. Ты знаешь, мне хотелось бы узнать, как ты считаешь, вот эти принципы, позитивность и непротестность, которые изложены на домашней страничке сайта «Мусора больше нет», эти принципы, они оказались эффективны или вот сейчас, возвращаясь назад, ты бы их поменял? Я бы их не стал менять, но я считаю, что мы просто не успели, ну как с профилактикой, понимаете, для меня это очень-очень чёткая параллель, очень-очень значимая метафора. В какой-то момент, если вы начнёте гулять и дышать свежим воздухом, вы решите свои проблемы с сердцем. Но если это уже слишком поздно, то прогулки не помогут. Но заранее никогда неизвестно, как бы, уже слишком поздно или ещё не поздно. То есть, наверное, если бы я знал наперёд, что вот это произойдёт в 2019 году, то, может быть, можно было вложить больше сил, может быть, можно было быть более вдохновляющим и убедительным. Возможно, понимание вот этой механики, что вот можно не успеть, оно в следующем моём проекте что-то даст мне, ну, какую-то энергию и убедительность, что, ну, профилактика должна быть более эффективной. Но сами принципы мне кажутся верными, ну, по крайней мере, для меня, понимаете. Я тоже, я не говорю, что вот это правильно, а всё, что делают другие люди, неправильно. Я не против протеста. Как бы, если кто-то делает протест, это его личное дело, это его личный выбор. И, слава богу, если это, ну, приводит к результату. Я просто говорю, что мне это не близко, мне это не нравится, я так не хочу. То есть, ну, как бы, у каждого художника свой стиль. Слушай, а вот что бы ты мог посоветовать тем ребятам, которые сейчас реально пытаются защитить свою малую родину, на Шиесе? Там ты наверняка слышал о том, что есть такой удивительный проект, ввоза железнодорожными составами мусора, в том числе из Москвы, в Архангельской области. Там люди просто днюют и ночуют, и они пытаются предотвратить строительство полигона. Вот можно ли к ним применить, можно ли им как-то применить эти принципы, там, которые пропагандируют движение мусора, больше нет, там, позитивность, непротестность, для того, чтобы все-таки остановить вот этот, вообще-то, ужасный проект? Жень, я фактических каких-то советов не берусь сейчас давать, уже, ну, вот, по тем же причинам, по которым сказал, потому что я не в курсе ситуации, и эти советы могут быть мимо, ну, как бы, мимо реальности. Но, чисто по-человечески, я этим людям желаю успеха, всячески, ну, как бы, мне больно за эту ситуацию, которая происходит в России. Ну, вот, применимость тех или иных моих методов, ну, вот, их нужно оставлять за порогом операционной комнаты. То есть, вот, как бы, они в данном случае, ну, хирурги, или учатся быть хирургами. И в этом смысле я понимаю, что это не мое время и не мое место, и не мне им советовать. Поэтому я этими людьми восхищаюсь, я их готов, ну, как-то поддерживать, там, в той мере, в которой я могу, как, там, гражданин России, да, но советовать им я не берусь. А скажи, пожалуйста, вот когда все-таки надо было тогда начинать профилактику для того, что, вот, когда надо было ходить для того, чтобы не оказаться в стадии, вот, что уже необходимо хирургическое вмешательство? Знаете, вот, если вы посмотрите на график развития мусора больше нет, он первые 7 лет был экспоненциальный. То есть, шло прямо умножение количества участников. То есть, было там 40 человек, потом 200 человек, потом 2000 человек, потом 20 тысяч человек. То есть, этот рост был, ну, прямо экспоненциальный. Экспонента, то есть, вот это вторая там тема. Первая тема – это профилактика и, значит, самоорганизация, то, там, чему я поклоняюсь, да. И вторая тема – это экспонента. Значит, если удается создать экспоненциальный процесс, то он, ну, захватывает все вокруг себя. Так вот, первые 7 лет движение росло экспоненциально. А потом этот экспоненциальный рост остановился. А потом, там, количество участников даже упало. И я бы сосредоточил, ну, вот, если смотреть в прошлое, да, если какие-то ошибки извлекать, я бы вот на этом моменте сосредоточил все свои силы. То есть, какие-то уроки я уже извлек, и я понимаю, почему этот экспоненциальный рост остановился. Я, у меня есть, по крайней мере, гипотеза, как этот экспоненциальный рост можно было бы продолжить. То есть, так, чтобы это было, там, после, там, 100 тысяч человек, чтобы было, там, 500 тысяч человек, а не, значит, откат на планку и потом падение численности. То есть, вот это вот, это тот момент, в который мы, ну, как бы, упустили возможность. Денис, ну, ты знаешь, с другой стороны, я вижу, что в настоящий момент количество, так сказать, людей, которые готовы заниматься антимусорной темой, причем вкладывать в это довольно серьезные ресурсы. И, хотя сейчас цена протеста в России очень высока, и, тем не менее, платить эту цену они готовы, и выходить, и кто-то даже в тюрьмы садится, как, например, там, активисты в Коломнии или в Калининграде. И мне кажется, что вот этот рост количества участников антимусорного протеста за последние несколько лет, благодаря, ну, усилиям во многом, конечно, наших властей замечательных, он как раз очень сильно увеличился. То есть, я не совсем понимаю, ты говоришь про некая плата, да, но я-то вижу, что как раз сейчас идет рост вот этого антимусорного движения, или мы с тобой какие-то разные графики смотрим? Мы, наверное, разные графики смотрим. Я имею в виду следующий сценарий, что вот если послушать выступление президента в 2018 году в июне, он еще очень-очень осторожно поднимает тему, он не называет, там, планы по строительству заводов решенными, он очень заигрывает со словами переработка. То есть, июнь прошлого года власть еще не приняла решение, она еще присматривалась и, ну, балансировала. Если бы к этому моменту было не, там, 200 тысяч или 500 тысяч, я не знаю точных цифр сторонников раздельного сбора, если бы к этому моменту было уже 50 миллионов сторонников раздельного сбора, то мы бы не вошли в тот сценарий, в который мы вошли сейчас. Ну, то есть, понимаете, власть может понимать выгодные для себя решения, если против этого, ну, там, десятки или сотни тысяч людей. Она не может принимать такие решения, если таких людей миллионы. И, да, то, что ты говоришь, сейчас на волне протестов есть, как бы, увеличение числа людей именно вот уже в таком протестном варианте против каких-то плохих решений. То, о чем я говорю, это о том, что этих плохих решений могло бы не быть вообще. Да, я поняла, это те самые превентивные меры, профилактика, о которой ты говоришь. Слушай, и у меня такой вопрос. Вот у нас сейчас идет, с одной стороны, там, небывалый рост вот этого гражданского движения, да. С другой стороны, есть вот этот нехороший указ, который всем нам так страшно не нравится. И есть, как бы, две совершенно противоположные силы, разнонаправленные. С одной стороны, это властное лобби, которое делает на теме мусор, ну, с моей точки зрения, просто деньги. И, с другой стороны, это гражданский протест. Это люди, которые не готовы мириться с тем, что за счет их здоровья кто-то делает деньги, да. И не готовы жить просто на этих свалках, как, например, там, в Архангельской области, в Шиезе, или, там, Томская история. Я напомню, что вот мы недавно проводили расследование. Оказывается, замечательный такой есть проект. Тот мусор, который будет сжигаться на МСЗ в Москве, ну, если они будут, ну, в Подмосковье, если они будут построены, потом вот миллион тонн в год этого мусора собираются везти в Томск и захоранивать там. То есть миллион тонн это то, что просто похоронит Томск, потому что никаких, собственно говоря, мощностей для того, чтобы там его захоранивать, вот этот вот пепел мусорный в Томске, конечно же, нет. И я думаю, что такую ситуацию, как в Шиезе, мы получим еще и в Томске через некоторое время. И вот есть эти две противодействующие силы. С одной стороны, там, властные, с другой стороны, народные, так назовем. Вот как ты считаешь, каковы перспективы в такой картине у все-таки вот этого народного антимусорного движения? Ну, я этого не знаю. Видите, вот эти все процессы, когда они входят вот в фазу такого бурного противостояния, они непредсказуемы. То есть шанс есть на успех, как считаешь? Я не знаю, я даже не беру шанса оценивать. Ну, то есть, знаете, как в анекдоте, какая вероятность выйти на улицу и встретить динозавра? Ну, 50 на 50, или встретишь, или не встретишь. Ну, я поняла, все-таки динозавра встретить, если бы хотя бы медведя. Динозавра встретить совсем тяжело на улице. И скажи, пожалуйста, как ты считаешь, вот возможно ли какое-то сейчас взаимодействие для вновь созданных групп антимусорных, которые борются по всей России уже за чистый воздух и за цивилизованную нормальную переработку мусора, с твоим движением вот мусора больше нет? Вообще может вот это движение мусора больше нет каким-то образом сейчас помочь активистам? И если да, то чем? Я так, прежде чем ответить, я скажу, что я из движения мусора больше нет выхожу. Я не являюсь больше его президентом. И движение, ну, я надеюсь, будет жить как-то там своей жизнью, уже без моего участия. Поэтому думаю, что в ближайшее время как-то будет это анонсировано. И думаю, что такое сотрудничество нужно обсуждать уже будет с лидерами движения, которые, собственно, будут как-то объявлены и как-то проявятся. Однозначно любое сотрудничество, оно повышает шансы на успех. То есть я не знаю, каковы шансы, но я точно могу сказать, что сотрудничество между группами, и между группами и теми движениями, которые есть, это однозначно шансы на успех повышает. Поэтому я думаю, нужно просто связывать все контакты есть, и есть региональные группы, и, собственно, движение, оно такое самоорганизующееся, оно было именно таким создано, и мне именно это в нем нравится. Поэтому решение принимаю не я, а конкретно лидеры конкретных групп в конкретных городах даже. То есть нет какого-то центрального руководства. Поэтому нужно просто брать, смотреть на карте и там на сайте группы, и связываться с лидерами этих групп в ближайших городах, и налаживать контакты. Мне кажется, сотрудничество это такой универсальный инструмент, который только на пользу идет. А скажи, пожалуйста, вот движение твое мусора больше нет. Оно как-то было связано с эстонским движением Let's Do it? Вот я напомню, что это движение, которое умудрилось буквально там за один день убрать всю Эстонию, и до сих пор есть такая славная традиция. В Эстонии раз в год вся страна выходит для того, чтобы навести порядок, сделать страну чистой. И есть ли какая-то у вас корреляция вот с этим замечательным движением? Ну, корреляция, конечно, есть и была. Я начал вот движение мусора больше нет в 2004 году, и то есть мы уже проводили какие-то уборки, но как бы о том, чтобы убрать всю страну и за один день, мы, конечно, на тот момент еще не мечтали. Но разные размеры все-таки. Разные размеры и разные масштабы. То есть, когда я в 2008 году увидел результаты эстонские, меня это очень вдохновило, восхитило. И я в 2009 году поехал к ним знакомиться. Я познакомился с Райнером, побывал на их конференции. И мы были первые, собственно, кто привезли Let's Do it в Россию. Мы там под названием «Сделаем». Собственно, проводили эту акцию. И, ну, то есть не мы единственные. То есть было много организаций, которые как-то в эту историю включились. Но я считаю, что как-то не погрешу против истины, если скажу, что сделаем. В Россию привезли мы. Вот. В этом смысле корреляция есть. И мы следили за тем, как у них происходит. Ездили на конференции, чему-то учились. Но если говорить вот прямо один в один о методике, то я считаю, что вот эта эстонская методика, она к России напрямую неприменима. Почему? Ну, другая политическая ситуация. Другая. В другой момент эта акция произошла. То есть были приняты уже все законодательства. То есть если посмотреть на 2008 год в Эстонии, уже принято законодательство, уже налажены вопросы утилизации отходов. То есть как бы новый мусор на природу не попадает. То есть как-то дыру заткнули, крышу залатали, да, больше не течет, нужно только убрать то, что натекло за прошлые годы. Это другая ситуация. То есть в России, ну и в 2008 году, и сейчас, в общем, ситуация другая. И, конечно, другой уровень доверия между населением и властью. То есть, в общем, это хорошо, вот, let's do, это очень хорошо пошло в Восточной Европе на волне вот этого, там, патриотического подъема, политических реформ и так далее. Но оно не так хорошо двигается вот в странах, как Западной Европы, где другая ситуация, так и в странах, там, азиатских. То есть вот, ну, нужно понимать применимость. Сама идея прекрасная, но ее для других стран нужно все-таки адаптировать, а не просто вот один в один воплощать. Ну, это очень любопытное замечание, если учесть, что все-таки Эстония была долгое время Советской Республикой, и здесь очень много русскоязычных, ну, нет такого понятия менталитет, но, тем не менее, вот с тем бэкграундом, и тем не менее, это люди, которые смогли заставить себя, да, выйти и начать убирать мусор. И сейчас это вот такие нормальные люди, да, которые раньше жили в Советском Союзе, а сейчас они вполне себе сортируют мусор. Я сама живу рядом с такими людьми и вижу, у них никаких проблем нету. И мне это позволяет, ну, право делать такие корреляции существующей России, сказать, что, ребят, ну, если русские в Эстонии в стоянии, да, убирать мусор, сортировать его, то я не вижу, какие проблемы, почему они в России не могут заниматься тем же самым, если будет определенная конъюнктура власти. Вот ты со мной согласен или нет? Смотри, я еще один пример приведу, ну, в каком-то смысле подтверждающий твою мысль. Вот есть Санкт-Петербург и Финляндия. Вот Выборгское шоссе до границы с Финляндией, значит, вдоль него, ну, не помойка, но так подзагажено. Вот. А переезжают границу, и там чисто. И дело не в том, что там убирают чаще. Потому что можно посмотреть, вот как люди, русские люди из Санкт-Петербурга, самые обычные, выезжают, приезжают в финский коттедж, там стоят паки для раздельного сбора, и они нормально все раскладывают там. И не кидают окурки, и не кидают в лесу мусор. То есть почему-то, оказавшись в другой норме общественной, мы нормально так перестраиваемся и ведем себя, как все. Вот. И проблема не в том, что это какой-то менталитет другой или что-то, а просто есть норма. И там огромное количество русских людей, которые там эмигрировали за границу, и там тоже прекрасно разделяют отходы. И это те же самые российские граждане, которые просто следуют. Мы стадное животное. Человек, животное стадное. Вот как все вокруг ведут, так и он себя будет вести. Ну, то есть у нас только создание этой нормы, и мы сами знаем, кто нам мешает ее создать, собственно говоря. Я не знаю, кто нам мешает ее создать. Это очень сложный вопрос. А может быть тот, кто подписал указ, который так тебе не понравился? Нет? Жень, это очень однобокое восприятие. Я понимаю твою позицию, но это очень однобокое восприятие. То есть, мне кажется, все гораздо сложнее. То есть указ тоже, то есть это правительство, оно вот в той стране, с тем населением как бы, и... Ну, такое же население в Эстонии, это почему-то собирает же мусор. Нет, ну пойми ты, в Эстонии был вот этот вот болезненный процесс. Я не специалист по истории прибалтийских стран, может быть, ты даже лучше знаешь. Но, как я себе представляю, у Эстонии был очень болезненный переход после развала Советского Союза. Было падение там на дно пропасти и потом выползание с этого дна пропасти, которое каким-то образом солидаризировало население в борьбе со своими там бедами и проблемами. И как бы каким-то образом население самоорганизовалось, выстроило доверие с властью. То есть я не склонен все ерунки вешать на власть. То есть у России и у россиян была возможность, и есть возможность там в других областях каким-то образом самоорганизовываться и менять, ну вот, какие-то нормы, да. То есть вот то, что я сказал, что мы упустили момент там в 2012-2013 году. А что ты имеешь в виду, вот в 2012-е, что мы должны были сделать? Что мы такое не сделали, что должны были сделать? Ну, если чуть-чуть про механику говорить, то вот смотри, я начал проводить уборки. Потом я начал учить людей проводить уборки. И они стали проводить уборки. Я стал тиражироваться. То есть если я могу физически там год провести там, я не знаю, 5-10 субботников, то, ну как бы, это тупик, да. Но если я могу научить там 200 координаторов или 100 координаторов, то каждый из них проведет по 5 уборок, это будет там 1000 уборок. И научить других людей проводить уборки мне удалось. То есть вот этот вот первый шаг масштабирования мне удалось сделать. Там появилось 100 филиалов мусора, больше нет. Там в каждом филиале по несколько активистов. То есть, но чего не произошло? Эти активисты проводили уборки. Но они не учили других проводить уборки. То есть не произошло второго шага вот этой вот масштабирования. Ну, то есть они сами научились, других не учили. Да, сами научились, стали проводить, но мне не удалось донести до людей, что важно не сами уборки, не сама чистота, а что уборкам нужно посвящать там только половину времени. А вторую половину нужно посвящать тиражированию. То есть как научить следующих 100 человек проводить уборки. И уборки тут не главное, потому что как только этот принцип заработал, потом по этой пирамиде можно научить сортировать мусор, можно научить там взаимодействовать с муниципалитетами, можно научить там контролировать коррупцию, там неважно. Но вот нужно создать людей, которые понимают... Ну как создать? Дать им пример, дать им увидеть, что это работает. Которые понимают вот этот принцип пирамиды. Вот, и это не удалось. И это могло бы произойти, если бы, может быть, мне нужно было чуть больше внимания уделять именно вот этому тиражированию и обучению других. Хотя я об этом говорил, если там мои видео посмотреть, статьи почитать, я только об этом и говорил, и показывал на примере, но почему-то вот это, ну как бы, не взлетело. Денис, ты знаешь, мне вот очень интересно то, что ты говоришь, потому что в свое время я тоже пыталась организовывать уборки. Но ты знаешь, с чем я лично столкнулась? Пока мы пытались организовывать уборки, тем временем приходили там в наши любимые места. Ну я, естественно, в зеленых зонах это все делала, поскольку я фанат лесов. Мы, естественно, это делали не в городе, мы делали это в лесу. Но ты знаешь, с чем я лично столкнулась? Пока мы убирали, за нашей спиной приходили рубщики, они просто рубили деревья, и я понимала, что я не могу, я должна разорваться. Я должна и одновременно убирать, и одновременно вставать между деревом и человеком с пилой и защищать свое любимое дерево. И я понимала, при этом этот человек с пилой, он охраняется еще полицией, на его стороне суд, прокуратура и вся государственная машинерия, потому что мой лес это для кого-то просто ресурс, и для кого-то это возможность излечь деньги. И вот с чем я столкнулась, то есть я поняла, что пока я отвлекаюсь на уборку, у меня просто уничтожат место, и мне нечего будет убирать. То есть, понимаешь, бессмысленно убирать дом, который горит. Вот, и поэтому тут у меня вот какой вопрос, а имеет ли смысл вообще вот в эту точку приложения свои силы направлять, или, может быть, тушить пожар? Вот как правильнее себя вести, как ты считаешь? Вот смотри, очень-очень хорошее, вот ты сформулировал, прямо это самое, как-то, играем в паз. Вот именно поэтому, вот именно потому, потому что такие ситуации, как ты описываешь, возникают, именно поэтому мой следующий проект связан с книгами. Так, расскажи, пожалуйста, что это за проект? Понимаешь, для меня первично самоорганизация общества, а проблемы вторичные. Я тебе приведу пример. Представь себе, значит, если общество способно самоорганизовываться в масштабах, ну, например, нескольких сотен миллионов людей, то есть, например, там 200-300 миллионов людей могут самоорганизоваться, принять какое-то решение и его воплотить. Ну, просто масштабы. То есть, вот представь себе, 200 миллионов людей, обладающие каким-то ресурсом, деньгами, временем, там, связями и так далее. И вот они самоорганизовываются, принимают решение и воплощают это решение. Причем коммуникация, если мы говорим об экспоненте, то, чтобы коммуницировать там вот среди 200 миллионов людей, даже не используя никакие средства массовой информации. Если ты, например, напишешь 10 своим знакомым, и они напишут 10 своим знакомым, как думаешь, сколько времени нужно, чтобы оповестить 200 миллионов людей? Нет, ну, если у вас уже выстроена цепочка, то это будет очень быстро. Если вы уже договорились заранее. Да, да, это минута. То есть, экспоненциальный рост настолько быстр, что если ты степень десятки, да, то там 200 миллионов людей за полчаса будут уже знать, как бы, ну, знать и действовать. И вот такая степень самоорганизации для меня первична. То есть, если общество дозреет до состояния, когда такие процессы в нем будут происходить, как и регулярные процессы, то решение проблемы мусора займет пару недель. Решение проблемы сиротства займет пару недель. Решение проблемы терроризма займет пару недель. Понимаешь, о чем я говорю? Ну, это совсем другой уровень сознания общества. И, как ты понимаешь, с нашим советским бэкграундом, когда нас приучили к такой ситуации, что только сумасшедшие занимаются общественной работой, да, а нормальные люди занимаются только своей личной жизнью. Я знаю, о чем говорю, потому что, когда начинал свою деятельность, меня считали просто клинически ненормальным человеком из-за того, что я занимаюсь лесом, а не своей личной жизнью. Я думаю, что ты, наверное, тоже с этим сталкивался. И мне кажется, что это такое у нас есть тяжелое историческое наследие, и поэтому в России так сложно сейчас людям кого-то самоорганизовывать. И, как ни удивительно, общая беда сплачивает. То есть, какие-нибудь проблемы, как в Волоколамске, когда дети просто травятся от свалочного газа, и люди вынуждены собираться. И я тоже стала активистом из-за проблем. То есть, мне тут не очень понятно, как можно такими более мирными путями заставить людей самоорганизовываться в России не с помощью каких-то гуманитарных проектов, то есть, не с помощью какой-то беды общей, которая объединяет, а именно гуманитарные проекты. Вот это мне страшно интересно. И возможно ли это? Ну, вот это как-то, это цель и смысл моей жизни. Ну, научиться делать вот такие вот проекты. Чтобы они не ждали, когда, так сказать, жареный петух клюнет, да, а чтобы они это делали более цивилизованно и заранее. Да, совершенно верно. То есть, как бы, объединение вокруг какой-то общей беды, это, ну, мы все, как бы, ну, биологически это умеем. Это, ну, некоторые предыдущие этапы эволюции, когда, там, у кого-то что-то сгорело, там, или, там, война, или засуха, или, там, наводнение. Мы, в принципе, как-то объединяемся и эту проблему решаем. Но в 21 веке очень большое количество проблем и вызовов, они невидимы. И когда они становятся видимы, уже может быть поздно. И поэтому, как я верю, что человечеству необходимо натренировать вот этот навык, натренировать самоорганизацию, пока беда еще не случилась. И вот это я считаю своим, там, призванием или предназначением. А почему ты решил уехать из страны? Тебе что-то мешало реализовывать этот проект в России? Почему ты выбрал путь иммиграции? Ну, я просто искал наиболее комфортные условия. Ну, например, стоимость жизни, качество природы, качество продуктов. То есть, и вот по... Я ездил много, то есть, у меня не было, там, какого-то предубеждения против России. То есть, примерно полгода я изучал какие-то варианты в России. Мы ездили по нескольким экопоселениям. Я общался с экопоселенцами. То есть, вот вариант, который я рассматривал в России, это были экопоселения. Жизнь в большом городе я не рассматривал. Это, опять-таки, те самые экологические риски. Это плохое качество воздуха. Поэтому, собственно, города я не рассматривал. Экопоселения я рассматривал как варианты. Но вот по сумме показателей, то есть, это не какой-то там, как сказать, предопределенный выбор. Это, скорее, вот такое взвешенное решение. Ну, вот как ты считаешь, твой уход в проект «Библиосфера» не является ли это, ну, таким вот вариантом внутренней миграции? Потому что ты попробовал сделать проект «Мусора больше нет». И оказалось, что вот эта тема, она очень опасна. И действительно, я вижу сейчас, что люди, которые всерьез, очень серьезно занимаются, переходят, так сказать, из стадии педиатров в стадию хирургов, да, они имеют хорошие шансы вообще в тюрьму попасть. Не является ли вот твой уход в библиосферу, ну, некой такой внутренней эмиграцией, уходом от очень жесткой темы? Ну, конечно, является. То есть, я осознанно ушел от жесткой темы. Я не хирург, как бы, и это не мое предназначение, не мое призвание. То есть, ты просто честно по своему пути пошел? Я честно иду по своему пути. Как бы, я думаю, что здесь скорее, ну, вот это вот, ну, мне же, там многие пишут, многие воспринимают это как предательство. А что ты им отвечаешь, когда они так говорят? А, ничего не отвечаю. Зачем? Это мудрая позиция. То есть, а что ей ответишь, да, ты не перебедишь. Понимаешь, это некоторая иллюзия людей. То есть, вот, я начал с того, что я проводил уборки. И многие люди пришли ко мне проводить уборки. То есть, их предназначение было проводить уборки. И когда я в 2007 году вместо проведения уборок немножко от этого отошел, уже пошла какая-то волна, я начал организовывать там пункт приема раздельных отходов, там, работой с дворниками по раздельному сбору. В 2007 году люди, с которыми я проводил уборки, они тоже немножко вот такие, ну, не так остро, да, но они такие, ну, Денис, ты нас вовлек в уборки, а сам типа сваливаешь. Как бы, ну, ребят, я не сваливаю. То есть, для меня это та же самая тема. То есть, вот, от убора перейти к раздельному сбору. Потом в 2010 году мы сделали раздельный сбор многоэтажного дома. К сожалению, вот эта вот инерция социальная, она очень мощная. То есть, очень многие, мусора больше нет, до сих пор воспринимают как движение, которое занимается уборками. Хотя мы делали раздельный сбор на фестивале. Мы привезли в Россию, собственно, вот идею, там, залоговой стоимости тары. И не просто об этом говорили, а на, там, 50-тысячных фестивалях внедряли в этот принцип залоговой стоимости тары. И он работал, и люди раздельно собирали отходы. То есть, мы очень много инновационных вещей сделали, но почему-то ярлык приклеился, что это уборки. И вот это вот переключение, когда люди приходят на одно, а я-то, как бы, делаю другое просто в этой сфере. И, ну, вот этот вот разрыв, он неизбежен. То есть, какая-то часть людей, она, ну, вот, как бы, там, отвернулась, отказалась, стала продолжать делать уборки, там, субботники проводить. Но они уже не были, ну, как бы, со мной, что ли, в моей команде, потому что я пошел дальше. То есть, вот это вот... И я абсолютно спокойно к этому отношусь. Там, у людей свой путь, у меня свой путь. Денис, а вот возвращаясь к твоему сеперешнему проекту по самоорганизации, так сказать, гуманитарными методами, вот каким конкретно образом можно людей объединить, вот с твоей точки зрения, самоорганизовать? Ну, ядро проекта, то есть суть проекта, а вот, может быть, еще будет меняться как-то, вот динамики будут меняться, какие-то вещи. Но основное, что сейчас большинство людей, с точки зрения книг, они замкнуты на бизнес. То есть, есть бизнес, который печатает книги и продает книги. И людям, которые хотят купить книгу, ну, или хотят почитать книгу, они вынуждены, привычные, идти в магазин ее покупать. Хотя, если посмотреть, ну, как бы, на эту ситуацию, она, ну, абсолютно бредовая. То есть, представьте себе, что у вас, например, есть 100 квартир, и они у вас стоят, и вы их не сдаете, никого туда не пускаете, и сами не пользуетесь. Ну да, это это. Если такая ситуация, человек скажет, да ну, это бред, я пойду на RBRB, эти 100 квартир сдам, и буду получать доход. Однако, когда это касается книг, абсолютно нормально, что у людей стоит там 100, 200, 300, 3000 книг, и они сами их уже не читают, соседям их не дают, потому что есть кризис доверия, продать не могут, потому что это, ну, чего заморачиваться из-за там небольших сумм. И накопленный ресурс, он тысячекратно превышает потребность людей в чтении. То есть, соответственно, что проект будет делать? Проект будет строить доверие между людьми, механизмы гарантии там возврата, компенсации там и так далее, и так далее, и так далее, чтобы люди могли давать друг другу книги. И, соответственно, этот проект будет развивать связи между людьми, потому что вместо того, чтобы идти в магазин за своей следующей книгой, вы пойдете за этой книгой к соседу. И выяснится, что раз вы читаете общие книги, вы, оказывается, и по мировоззрению близки, и интересы у вас общие, и какие-то еще общие книги у вас есть. И вот она та самая мирная. Эта идея красивая, но, с другой стороны, в наш век интернета, да, цифровых технологий, немножко странно читать бумажные книги, потому что, ну, например, я смотрю на поколение своих детей, да, которым там 17 лет, они уже не читают бумажные книги, они читают все с электронных носителей. Вот с этой точки зрения тебе не кажется, что это немножко архаичный проект? Знаешь, я сначала думал об этом, тут несколько ответов у меня есть, у меня нет одного ответа, у меня нет, естественно, уверенности, что этот проект взлетит, из него может ничего не получиться, и действительно, может быть, все перейдут на электронные книги. Но, во-первых, мы, ну, вот я и супруга моя, мы очень любим бумажные книги. То есть вот лечь в гамак, лечь в гамак, открыть бумажную книгу, ощутить вот эту вот тактильную страницу, как бы ощутить запах вот этой бумаги. То есть это, ну, как бы, наверное, деловую литературу так, может, и не читают, если человеку нужно что-то, ну, как бы найти конкретную информацию. Но художественную литературу так читают, и я проводил интервью, есть многие люди, кто, ну, кайфует от того, что это бумажная книга. Слушай, а в больших городах такое будет, потому что хорошо тебе там в красивом месте, экологически чистом, с прекрасными продуктами, в гамаке лежать, а вот в Москве, в мегаполисе будет кто-то такими вещами заниматься? Ведь нам нужно всех же самоорганизовывать, в больших городах в том числе. Я тебе сейчас отвечу. Это только был первый ответ. Второй ответ, что есть категории книг, которые ты не будешь читать на Киндле. Ты не будешь, значит, смотреть альбом с репродукциями Караваджа, значит, на черно-белом Киндле. Ты не будешь читать книги по дизайну с какими-то графическими большими иллюстрациями, там, на Киндле. Ты не будешь своим детям давать книжки на Киндле, потому что, значит, ты хочешь, чтобы у них был тактильный опыт, значит, с шершавыми там или какими-нибудь там шерстяными этими самыми кайфушками в этих книжках. Поэтому есть достаточно много... Даже те же самые путеводители. Когда ты едешь за границу, ты не знаешь, будет ли там нормальный 3G, не сядет ли у тебя зарядка у телефона, поэтому многие будут, ну, пользуются и будут пользоваться бумажными путеводителями. То есть есть категории книг, которые, ну, для которых это выигрышная идея. Дальше, ну, гипотеза в том, что люди, пользуясь этим, для каких-то категорий книг, ну, выработают какую-то привычку, да, и им будет интересно и, как бы, здорово брать и другие книги. Может быть, да, может быть, нет. Это вот гипотеза, я ее проверяю, поэтому... Ну, слушай, чтобы вот в этот проект вовлечься, нужны определенные, мне кажется, уровень масштаба личности. И мне кажется, что этот проект, он немножко как бы для избранных, он не для всех подряд. Вот я знаю, что, например, там на антимусорный протест в Наринмаре 6 тысяч человек вышло, но ты знаешь, я совсем не уверена, что из Наринмаре 6 тысяч человек вовлечется и будет Караваджо обмениваться. Вот, может быть, все-таки более эффективен путь объединения людей через беду, а не через вот такие красивые, но все-таки проекты не для всех. Ну, Жень, смотри, здесь же нету такого или-или. Вот есть люди, которые любят и хотят объединять людей через беду. И слава богу, и пускай они это делают. И я им желаю всяческой удачи. Не подменяй понятие, что если я делаю это, значит, все должны делать это. Я забил разнообразие в самом широком смысле. То есть в мире есть львы, есть гепарды, есть кошки и так далее. И там одних больше, других меньше. Спасибо тебе большое, было очень приятно с тобой пообщаться. Быть активистом можно по-разному. Можно выходить на акции протеста. Можно распространять информацию в социальных сетях. Можно делать фотографии, можно писать статьи. А можно подписаться на канал Активатики в Ютьюбе. Подпишись на канал Активатики в Ютьюбе. Стань активистом! Активатики в Ютьюбе. Активатики в Ютьюбе. Активатика в Ютьюбе. Продолжение следует...